итак ребят всем доброго времени суток но удар сегодня последнее видео и снимать эйда на тему настройки с кэп 323 но теперь него бс в программе с к плинк как я обещал я делаю видео несмотря на то что у меня небольшой разлад компании skype никто говорится и ничего и не пофиксил то что у меня с картой захвата есть некоторые проблемы на разрешениях 1080p 120 1440 и 60 120 вот но я как и обещал делаю гайд как настроить миска при 123 в escape link начнем запускаем программу escape link там туда куда вновили вот так вот в общем окно выглядит умеет сворачиваться программа до в чисто предпросмотр и в режим настроек как я говорил ранее перевод я и сделал но сейчас мы перейдем в на в режим настроек и будем настраивать ее на английском так удобнее потому что видео будет английским переводом виде субтитров ну и вам мне проще будет подсказывать так начнем с основного экрана до видео capture девайс над конечно и live gamer ультра вот перейдем к настройке устройств как я говорил в гайде про в с выставляете разрешение садок который соответствует тому которую вы выставили на консоли 1080p базовое разрешение она поддерживается всеми разрешениями кроме 1440 и разные кодировщики метро разную фпс на природные 12 умеет в 120 а вот его его и 2 не умеет там прервите максимум 60 как я говорил 120 герц есть 4к у нас 1440 и еще 80 1440 пи и улайлай а джебе 32 это у нас x и джебе и как видите как я говорил 30 кадров у нас при 1080 и 60 при еще двести восемь 720 тут пишется у нас из джебе и сердце это то разрешение которое на самую на самом видео луз устройстве с которого идет захват я все включу как видите 1080p 120 герц 12-битное изображение без hdr и наиболее зерни не знаю почему ползунок не работает но если включить на самом устройстве hdr то работает так насчет этого все рассказал тут можно настроить яркость оттенок цветность арты захвата но также есть у escape link фильтры фильтры это у нас размытие и того и эквалайзер повороты выбор цвета и рома кей из таких фильтров только боксблюр но он очень сильном так с вот этим пунктом разобрались этот пункт с добавлением звука аналогичен тому который у нас был настройкой в bs выбираем устройство переименовываем его чтобы было видно потому что будет по базовому названию нас вот такой вот выставляем на 100 и все дальше выбираем войск каплинк и все так тут у нас записи записи у нас можно делать по расписанию можно по кнопке можно делать скриншоты можно открыть всех записанных видео можно захватывать gif изображение дальше я вам покажу как его настроить можно сделать так локальные сети стрим но он очень плохо работает я покажу уже позже как настроить тут у нас громкость вот как раз этот вбс опыт запись остановлена тут пишет разрешение и на данный момент сколько у нас fps на данный момент сейчас 116 fps это у нас печек занят загруженности процессора именно этой программой и загруженность оперативной памяти данной программой можно изменять размер окна это у нас стандартные кнопки развернуть на весь экран свернуть вернуть вообще тут у нас документация открывается ну закрытие закрытие так кликая по предпросмотру можно открыть вот такие вот настройки кокос привив это у нас выключить предпросмотр можно его активировать пускайн то соответственно делает картинку в полном экране арт-рекорд кепчер имидж и файл с менеджер это то же самое что только в списке из этап это у нас нас теперь перейдем к настройкам дженерал это в англич это у нас язык я в ссылке в описании оставлю русский перевод который я сделал я вроде его немного подправил его надо будет в папку с программой там есть специальная папка языков можно будет поставить если захотите а это райт бар это у нас скрывать вот этот вот бар потому что я привас его раскрывал status bar тоже скрывается можно сделать что программа сразу фолкскрине предпросмотр запускался но тут кнопка d file default по все сделать на базовые настройки так давайте перейдем к полку пункта превью тут у нас находится видеорендер видеорендеров очень много каждый имеет свою настройку auto selection выбирает интернал ю айви рендер можно выбрать я могу сказать точно что ю у айви рендер самый лучший потом рендер 9 идет потом микс потом d39 и мы двер он очень требовательные но иногда лучше чем и у айви но я советую у айви он есть меньше и все остальное динамики этот аудио рендер выбирается тот то который выводить через какое устройство вы хотите выводить звук выбирайте нужное устройство кип-то видео аспект тратил это у нас сохранить пропорции видео и донат чертшит и не искать виртуальную камеру давайте перейдем к пункту рекорд запись видео разрешение я советую выставить с мт девайс если вы будете в 4k писать и да ну тут будет выбрана видео если вы будете захватывать 4k и заходить именно 4k записать тут будет выставлена но она будет 4k отписаться fps тоже такой же как по настрою по настройке захват самой карты битрейт битрейт выбирайте по мощности вашего компьютера формат тот который вам нужен кодек а как я пользуюсь в основном виде банком я выбираю нвн можно на процессоре кодировать можно программно аппаратно на процессоре либо нвидея на ядрах куда тут настройки кодека можно выбрать чем мощнее у вас компьютер тем выбираете в интернете к описание возможности каждого кодека можете поискать я выбрал фас хотя у меня если 1060 карту ставите сейчас на 745 временно сижу она любит фаста вот 1060 60 можно уже полу повыше медиум или слов даже ставить папку сохранения сами выбираете я советую вам автогенерейт автогенерацию название использовать и не использовать разрез по горячей клавиши сами можете настроить так давайте перейдем к пункту карты изображения место расположения изображений сами можете выбрать насчет формата изображения пнг и бмп это файлы изображение которое будет много весить если у вас позволяет железо и место советую либо пмг либо бмп выбор за вами какой вам формат нравится мне на перед пнг на выберем выбрать горячую клавишу можно которого вам удобно от f1 до f12 на счет гифа самая высокая это 720 на 480 и гиф фпс тоже стоит 20 максимальная можно кодировщик сделать и сохраните пропорции изображения давайте все следующему пункту перейдем это у нас можно прям из самой программы стримить я кстати не советую для этого я более этого бс потому что максимум что можно выдать 1080 30 и битрейт не больше двух мегабайт можно сохранять данные стрима файлов вы выбрать место куда это выбрать артем по сервер для стриминга я вам точно не советую и в бс настройки в бс это видео брак то брака систем которую можно иметь именно в локальной сети чтобы например с телефона смотреть захват консоль но у него такие же практически ограничения как и у лайв стриминга хотя вот пропускная способность 5 мегабайт можно сделать запуск в бс сервера нас при старте программы или когда открываете в камеру вот так вот как раз кстати в бс запускается и тут можно будет посмотреть кто подключился кто смотрит вот насчет лайв стриминга выглядит выглядит вот так вот окошечко эти 1080 30 можно даже за запись делать выбрать сервер который выбрать устройство захвата как то вот так программа выглядит я использую когда вне стримов мне надо пользоваться консоли в xbox сервис с например игры скачать там брать с кем-то я ее использую хотя вот например раз к написано в описании в программы то что 4k видео и 1440 пили 120 герц видео программа будет захватывать нормально только на видеокартах старше 1060 или rx 500 или 4 400 серии но на самом деле видите у меня 5x 745 и спокойно с ней работает например сейчас 120 120 fps спокойно захватывается иногда при нагрузке не хватает но так захват и запись кстати норму если записывать то записывает нормально идет так что требования на сайте там такие мне кажется и на 900 серии на 700 и более мощнее чем мы 945 нужно и спокойно все делать это просто такие требования балды написаны возможно только эти устройства под рукой были вот но я вроде все сказал как и обещал жалко конечно что искать никак не решает проблемы с захватом на не вот этих вот нескольких разрешениях и точки у меня как были так и есть но не особо этими разрешениями не пользуюсь по 20 герц его только пару игр прошел а так в основном все игры это только у онлайн до 20 герц и у некоторых синглов а так в основное разрешение и герцовка у игр это либо 1440 60 либо 1860 а рсс в 1860 более производительная чем в 1440 пи про 4к молчу программа неплохая я ожидал намного худшего результата надеюсь обновлять будет надеюсь про перевод не забудут вот и подошла тема концу тем спасибо за просмотр на комментарии за помощь с переводом это вероятнее всего последний гайд в этом году я очень много выпустил гайдов за последнее время и говорится немного устал мухожук